Рондо, рондо, ко мне, пошли, рондочка, пошли, пошли, пошли. Как устроена Маджи Алина, здесь тамбур, внизу машина, тамбур, в тамбуре два человека спокойно помещаются, собака, здесь стол, баллон с газом, ящики с необходимыми вещами, по лестнице поднимаешься наверх, а здесь как бы вот такая комната. Наверное, на видео не очень хорошо будет видно, но вот она как бы фактически такая двуспальная кровать, 1200 или 1300 по ширине, ну как бы здесь такие окна, здесь одно большое окно, но оно как бы сейчас закрыто, вот и здесь другое, здесь вот эти два окна и вход, ну как бы здесь можно светить при желании, вот светлее здесь становится. Вот такой здесь лес из окна, в общем, получается дача передвижная, а там собака хочет залезть. Так, это все выглядит, когда идет дождь и гроза. Разводим калиман, ставим чайник. Очень много пить чай, как-то, а он бы там вверху валяется. Так вот здесь, в общем-то, так можно, в принципе, вот существовать нормально совершенно. Это не то, что в палатке сидишь раком или сходишь и занимаешься вещами обычными домашними, то есть совершенно не ущердно. Сидишь нормально в креслах, можно сидеть, считать. Да, там дождь. Ливень просто. Сумасшедший ветер вообще все под уймом ходит. Ну тут у нас, вот, ничего. В общем-то, жить можно. В бане дождь по крыше. Вот он тут лежит около окошка. Смотрит, что там делается. Дождь делать, конечно, нечего. Пойти никуда невозможно. Хочется тут сидеть как-то. Шабухаешь. Да, вот так вот кемпинг выглядит. Машина. Машина и пристатка от ней. Семь дождь. Когда сделать нечего. Идти никуда не хочется. Как-то все вот выпили так. Как-то мы сюда пролезли. И это хорошо, что других мест не было. Хотя сейчас уже полно места. Вчера все поуезжали. Мы еще здесь один едем. Поживем, поведем. Там вот. Вверху горы. Какое у нас оборудование в этом походе. Ну вот этот, конечно, тент приставка к Маджолине. Маджолина. Вот здесь у нас канистра с водой подвешена. Можно помыть все, что угодно. И, в общем-то, руки. И умыться можно. Тут у нас такие дуги. На них фактически тоже все подвешивается. Там и одежда, и сумки, и полотенца. Здесь вот мы имеем принадлежности. Тряпки для мытья. Так, тут у нас пролончик с бумагой. Тут у нас туалетная бумага, передник. Приставление еды. Потому что бывает в нормальной чистой одежде. Хочешь там готовить брызг из масла, чтобы ее не испортить. Тут у нас два ящика. Модолическая пластина сверху, чтобы горячее можно было ставить. В этом ящике всякие веревки, аккумуляторы, колышки, какие-то там ножи. Какие-то вещи такие, которые могут понадобиться. Там у тебя также ведра лежат. Вот здесь у нас посуда вся, кастрюли, чайники. Совершенно нормальные, обычные. Это из дома. Ну, чтобы легче было готовить. Там посуда пластиковая походная. Там какой-то комплект. Ну, чтобы можно было использовать и часто не мыть. Один раз там в день мыть. На день такого комплекта хватает. Там по четыре тарелки, четыре чашки. Убоких, маленьких. В общем, мелкие то же самое. Полотенца здесь. Приправы какие-то. Там пакеты для мусора. Доски для резки. Вот. А здесь у нас кресло. Таких у нас два. На этом всё время спидрондо. Поджопники такие, чтобы потеплее было. В нём спать не надо сидеть. Ну, здесь стол как бы. Это лампа очень хорошая. От нём очень много тепла. Здесь какие-то варки. Стол. Там скотёточки. Ну, вот какой. Вот это основной. Ну, холодильник в машине. Ну, плюс там сумка с личными вещами. Ну, и так вот. По мелочам там какие-то ещё вещи. Ну, вот так вот. В путешествии в Маджиолине. Там полный комплект. Там две подушки. Постельное бельё. Нормальное, нормальное одеяло. Ещё два одеяла с собой. Шестяных я взял на всякий случай. Ну, они очень нужны. Кстати, там и днём просто под ним проваляться. Вот там закутаться, если прохладно. Вот. Так вот. Ну, вот, пожалуй, всё. Пожалуй, всё оборудование. Ну, баллон газовый, да, большой. Ещё есть как бы одна печка бензиновая на всякий случай. Там дороги, если можно, чтобы маленькая, чтобы там поставить аккуратненько, чтобы в машине прямо можно приготовить что-то. Там хочу разогреть еду или что-то. Или чай, скипетить или кофе. Этот баллон такой, как бы там газа много. Тут всё быстро закипает, всё быстро варится, жарится. Да, чугунная сковородка ещё есть, конечно. Это, конечно, спасает чугунная сковородка. Покупаешь мясо и жаришь все отличные стейки, всякую еду. Загреваешь. Очень она, как бы, так, по-домашнему всё получается. Ну, вот. Так вот. Ну, ради приёмника, конечно, хорошо, когда есть. Местная газостанция, музыка нормальная. Вот так вот. Сентября. На улице 13 градусов. На самом деле ощущение, что это гораздо холоднее, потому что рядом море, с ним идет ветер. И очень спокойно. Вот так вот. Выглядит всё вот так. Спасает, конечно, ВМФ России и их плащ-палатки, потому что в ней действительно можно на улицу выйти, что идет всё время дождь, иначе помотаешь. Ну, так выглядит лагерь во время дождя. Ну, там всё есть мокрый. Капает. С деревьев капает. Ну, вот. В принципе, вот. В таких условиях можно спокойно здесь находиться. Ладно. Вот сегодня полонкает. Очень хорошо держит воду. Замечательно. Спать было тепло. Сначала пришлось взять спальник малевой. Ещё бьяло накинуть. Ну, в принципе, без этого можно было бы спать. Но, в принципе, когда тепло хорошо. У нас, в принципе, неплохо. Собираем вещи. Будем ехать дальше на юг. Искать погоду. Так вот. Ну, вот. Собрал вот эти вещи. Вот этот дождь лупит. Как бы я эту штуку не могу снимать пока дождь не закончится, потому что это будет насквозь мокрый за секунду. Но вот через эту дверь фактически вот под этим навесом возможно все вещи туда затащить. Но я как бы вот, в общем-то, можно так и разбираться. Будет. Вот такой сетап. Интересный. Вот такой вот линь снаружи. Страшное дело. Вот так пока не буду снимать ничего. Дожду пока немножко затихнет. Если вообще затихнет. Потому что второй день будет. Снял эту все колышки. Сейчас осталось только вот этот тент снять на такой дождь. Снова врубил. Что время. Не знаю даже. Жду. Пока жду пока поменьше будет. Вот. Сейчас начну снимать такой дождь. Так это круто. Крутоватый эксперимент очень. Все вещи вот уже упакованы практически. Такой ветер, правда, немножко припахает ее, но по крайней мере в сухом стою. Выглядит вон дождь. Сумасшедший. Да. Сейчас это все складывать это круто. Она, кстати, уже так немножко подмокла. Я вижу такие капельки. Собрались. Ничего. Сейчас даст она ручку. Скручиваем. Выглядит дождь. Не души. Тут вообще такое веселье было несколько дней назад. Все забито машинами. Сейчас просто реально. Даже не знаю. Просто кто-то есть, конечно. Мне кажется, что все это закрыто. Здесь объявление метродистанции. Здесь что-то не совсем. Я знаю, что это. Вот это так. Все это выглядит. Тут одно, что в машине тепло. 22,5 градуса. И такой вот идет дождь. И мы движемся дальше. Сейчас едем на баре. Посмотрим, что получится. Вот так вот. Собака согревается и это уже радует. Лучше сидеть в теплой машине, чем в этом кэмпе. 10 градусов с лампой. Зажжем. Вместо, конечно, надо себе как-то бензина купить. Здесь это будет время. У нас бензина для лампы. Потому что от лампы все тепло. Здесь так дальше будем начинать. Город Анкона. Вот такой. Отпускаемся по горке. Дождь. 11 градусов. Там 9 было вверху, кстати. Это на горе, наверное, потому что. Ой, на горе или под гору. Непонятно. Ну, аэроник вроде согрелся. Аптека дофига. Стоп. Это значит, он должен нас пропустить. А мы едем даже. Светофор. Контейнеры для мусора такие. Сортировки. Пора ехать. Тут такие туннели тоже идут. Вышли на заправки. На трассе. На самом деле здесь тепло уже. Потому что. Здесь у нас просто замерз ночью. Здесь уже начинается тепло. Перекус. Итальянскими палочками. Такого типа. Гроник не стал есть. С чаем. Тормоз взять то с собой. В общем-то здесь уже так лесов немного. Там где-то вдали горы. Здесь вот как бы. Вперед далеко просматривается. Правда. Мастер какие-то начались. Но тем не менее. Вот как бы так это выглядит. Это не самый юг конечно. Я бы сказал уже. Начало юга. Гостиница. Вот. Она так вот выглядит. 50 евро стоит. Самое дорогое жилье, которое у нас было за поездку. Такое. Такое с балкончиком. В общем. Только сейчас время 20-39. Не знаю. Может еще. Здесь вот обещали завтра завтрак будет. Такой беленький городочек. Хорошенький. Такой южный. Вот. Такие дела. Вот. Вот этот вот тоже будет. Утро в незнакомом городе. Вот. Город. Кафе. Здесь все по-другому уже сегодня. Вчера была ночь. Все все белое. Хочется одеть тоже что-то белое. Красота просто. Все в том, как я люблю на самом деле. Просто. Просто все белое, обычное, спокойное. Собака. Побежала непонятно. Ну-ка рядышком, Ронда. Здесь ничего не знаешь. Ронда. Там машина стоит. Все шумит. Музеровозы. Ронда. Ронда. Ну-ка сюда быстро. Маленький беленький курортный городок. Утром. С собакой пошли погуля. Городок мне очень нравится. Очень приятно. Вчера вот там в маленьком ресторанчике я повел хорошо. Правда у меня слишком много еды принесли. В отеле. Город такой. Очень. Что-то в нем есть. В Хорватии, кстати, здесь похоже очень. Сюда я тоже поворачивал куда-то, по-моему. Отсюда выезжал. Да, здесь, кстати, нету знака. Я отсюда выезжал. Здесь у меня чуть не въехала машина. Я, по идее, не должен был здесь выезжать. Или я здесь выезжал. Ну что, непонятно. Вот еще Эден отель. Эден отель. Эден отель. И вдруг я вышел к морю. Вот она. Оказалось здесь. Дальше. И даже другие гуляют уже, все такое раньше. Гулядин такой. Да, с собачками гуляют. Эден отель. 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 Красивое море, тоже с прибоем, такое беленькое все. Представляешь, здесь достаточно все приятно для этого. Даже кемпинги вот на том мысе. Рондо, похоже, собрался уходить. Прогулки по различным частям побережья, Адриатического моря называются. Терочек, восход, Апулия отель, отель Апулия, вот такие у него видимо удобства. Отель Эден, все как бы, как надо. Отель здесь до сих пор, потому что он к этому Адену вчера подъехал, там он даже закрыто все, Гранд Сирена отель. Вообще, конечно, что по отелей вокруг, а когда с той стороны едешь, даже не видишь ни одного, они все в эту сторону развернуты. Понимаю, что это вот эти дюны, которыми он известен. Ну так, дюны, я вижу, вот, ну ты бутылки, точно не знаю, специально, где-то в море, в дюнах, какие-то вот прямо вкрапления каких-то народных тел, типа бутылок. Ну, а вот вам неизвестно, эти медиумены. Вот. Продолжение следует. Играет музыка 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 И в Желатерию, Желатерия Лимоная. Сказал мороженое. Посмотрим, что не принесут. Так вот здесь по вечерам бывает. На самом деле поменьше стало. 5 назад трошка бури была. Пожалуй, вот в Италии. Окей. Продолжение следует.